Всем привет! С вами Диана Суворова и сегодня я снимаю небольшой тест-драйв на очень странную тушь от Evroche. Эта тушь выглядит вот так. Вот я ее первый раз увидела на мастер-классе у Марка Кауфмана, который проходил в Киеве. Можете вот здесь посмотреть мой влог. И на этом мастер-классе он достал вот эту тушь от Evroche. Она мне показалась очень странной и, конечно, мне сразу захотелось ее протестировать, потому что такого я, по-моему, еще нигде не видела. Это очень странная тушь, у которой отсутствует щеточка. Как вы видите, здесь какая-то тушь-палка. У нее очень интересное название, у этой туши. Я его специально даже в гугл-переводчике забила сюда, чтобы правильно его прочитать. Давайте послушаем на французском. Еще раз. Я, скорее всего, так не смогу выговорить. Очень красивое название на французском. И тушь нам обещает, что она будет давать удлинение и подкручивание. Так что, в общем, будем сегодня ее тестировать вместе с вами. У меня как раз намечается мероприятие, куда я собираюсь. Макияж лица я уже сделала. Макияж глаз у меня тоже готов. Мне не хватает только туши. Сегодня у меня тушь в 0,2 оттенке. Я захотела попробовать именно коричневую версию туши, такую более повседневную. В коллекции есть три версии. Черная, коричневая и синяя. Цена у нее где-то 260 гривен. Ссылку я вам оставлю внизу на интернет-магазин, где ее можно заказать. Что же, давайте посмотрим, как она работает. Сейчас вот буду при вас прямо краситься. Итак, щеточка у этой туши, ну, очень уж странная. Это пластмассовая палочка. И на конце у нее сделана простая резьба. Даже непонятно, можно ли ей вообще что-то прокрасить. Я вижу достаточное количество продукта. Ну, в общем, давайте посмотрим, как это будет работать. В общем, странно, конечно. Ну, вот что я сейчас заметила, это очень хорошо ей, конечно, подобраться под самый-самый корень ресниц и прокрасить прям вот от самого корня. И еще я заметила, что у нее присутствуют в составе такие мелкие волокна, которые как раз вот и делают это удлинение. Ну, это в тушах обычное дело. Ну, вот самые мелкие тоже очень хорошо подбираются. И вот если вот делать вот так вот по ресничкам, то их можно чуть-чуть вот удлинить. Как раз вот эти волокна, они и делают вот это удлинение. Очень необычное ощущение, конечно, и красит. Я добавлю еще немножко продукта на тушь. Как вам уже видно, какое-то изменение. Ну, хорошо оно так прокрашено. Кольчиком можно вот так вот каждую ресничку подкрасить. Ну, это странное ощущение, потому что вроде бы ничего, нету щеточки, но она прокрашивает ресницы довольно хорошо. Они очень красивые, не супер черные, как раз вот такие вот на дневной вариант очень бы хорошо подошли. Я вижу, что они не склеенные у меня, пушистые. Очень неплохо, кстати. Как вам? Мне пока нравится. Очень необычно. Я думаю, что ей будет очень удобно прокрасить нижние ресницы, но я нижние ресницы крашу всегда после того, как накрашу верхние. Давайте будем красить теперь нижние ресницы. Ну, очень хорошо разделяет, мне кажется, каждую ресничку. Мне кажется, удобно красить нижние. Все такое разделенное, красивое. Вау! Ресницы Ким Кардаши. Такие делает активнее нижние ресницы, что, кстати, очень хорошо распахивает взгляд. Прямо от корней красит. Очень удобно подобраться вот такой вот маленькой щеточкой. Самый корень вообще. Кстати, хотите небольшой трюк от меня? Чтобы нижние ресницы не пачкали века, нужно взять обычную кисточку, обычную пудру, любую. Здесь у меня простая белая пудра. И немножечко прокрасить кончики ресничек, и тогда они не будут вам пачкать. Обязательно попробуйте такой трюк, расскажите мне, как получилось. Ну что же, конечно же, для меня самое главное – это как тушь держится в течение дня. Поэтому я сегодня беру с собой мою камеру. Тушь у меня сегодня новенькая. Пока она держится прекрасно, прошло там, по-моему, часик. Я сходила на обед, в общем, все хорошо. Так, ну что, прошло уже где-то часа три, мне кажется, и я вижу небольшое осыпание. Буквально две какие-то цариночки вот здесь вот у меня остались. Ну, не сильно. Пока что нормально. Могло быть и больше. Тестируем дальше. Сейчас на часах у нас 19.19, загадываем желание. Стандартное время, когда все приходят с работы, и можно проверить, насколько хорошо работала сегодня тушь. Давайте посмотрим поближе. Ну, ничего такого критичного я не вижу. В течение дня она, конечно, немножко осыпалась под глаза, потому что в ее составе есть такие микроволокна, которые дают удлинение. Ну, и, конечно же, в течение дня они могут осыпаться. Но не критично, я думала, что будет намного хуже. Все нормально, тушь прошла испытание. Я думаю, что я бы хотела еще попробовать черную версию. И буду часто ее использовать на нижние ресницы, потому что вот этой палочкой было очень уж удобно прокрашивать нижние ресницы. И все пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok